Новые автобусы, школа, автомобили, больница. Алексей Текслер обновил автопарк медицинских и образовательных учреждений региона. Сегодня губернатор вручил представителям районов ключи от новых машин. Среди них есть даже поликлиника на колесах. Она поможет решить проблему доступности медпомощи в глубинке. Подробности в материале. Там расположен аппарат для флюорографии, для маммографии. Был закуплен в размере 30 миллионов рублей. Это по региональной программе. Передвижной диагностический комплекс решит проблему доступности медпомощи в отдаленных территориях. Эта машина по сути поликлиника на колесах. Здесь можно сделать флюорографию и маммографию, не посещая больницы. Глава района предоставлял автобус и пожилое население 60 плюс возили на автобусе в райцентр. То есть у кого-то это получалось, у кого-то нет. А сейчас мы можем спокойно подъехать к ФАПу, запитаться от розетки, собрать все население и провести специализацию. Машина отправится в войский район. Кроме медицинского транспорта обновили и школьный. В области почти 20 тысяч детей, которым приходится добираться на учебу на автобусе. Новые машины предназначены специально для учеников. В них есть все для комфортной и безопасной езды. Новое хорошо пахнет. Все свежо, все красиво. Самое главное, чтобы удобно было детям. 5 километров от школы до поселка. Детей на подвозе из того села 48. То есть у нас два рейса будет получается. Сегодня новый транспорт отправили в 25 муниципалитетов. Транспорт для медицинских и образовательных учреждений серьезно начали обновлять с 2019 года. В планах заменить абсолютно все специализированные машины в регионе. Благодаря решению президента, национальным проектом, нашим региональным программам, за последние несколько лет мы фактически обновили больше половины школьных автобусов в регионе. Что касается автомобилей скорой помощи, то есть тоже за последние несколько лет, ну фактически две трети автомобилей мы обновили. В этом году решили заняться не только обновлением машин, но и решить вопрос с водителями. Задача – укомплектовать транспортный штат. Сейчас шоферы школьных автобусов в дефиците, особенно в отдаленных районах.